В Тверской области в самом разгаре реализация программы поддержки местных инициатив. В регионе в текущем году запланировано воплотить в жизнь 220 проектов. Объекты для благоустройства выбирают сами горожане. Это могут быть новые контейнерные площадки, детские игровые комплексы, уличное освещение и многое другое. В областной столице работы уже идут во всю. Подробности далее. В программе поддержки местных инициатив в этом году участвуют 39 муниципалитетов. Среди них и областной центр. Здесь в планах реализовать 8 проектов. Практически все они касаются благоустройства дворов многоэтажек. Это установка детских и спортивных площадок, ремонт дороги и тротуаров. Так, при помощи участия в программе жильцы дома 97 по улице Склесково решили наболевший вопрос с парковками. Еще несколько месяцев назад здесь все пространство занимали колдобины и аварийные деревья. Машины оставляли, где придется. Сейчас двор не узнать. Обычный двор застройки советского периода. Безусловно, он не соответствует реалиям 21 века, когда в каждой семье есть минимум один автомобиль. Его нужно где-то парковать. Так, благодаря активности жильцов здесь вместо колдобин и кустарников появится новый современный парковочный карман. На реализацию этого проекта было выделено субсидия в размере 1 миллиона 470 тысяч рублей. Работы в самом разгаре. Подрядчик планирует завершить объект в августе. Придомовое пространство поделили на зоны. Мы произвели вырубку деревьев, выкорочевывание пней, подготовку земляные работы, укладка песка, установка бордюрного камня. Здесь будет у нас три парковочных места. На первом 16, на втором участке 16 парковочное место тоже. И посередине 8. Здесь зеленая зона, вот, огорожена. Там планируется установить детскую площадку. И таким образом будут удовлетворены интересы всех жильцов. Удобно. У каждого свое место, никто не ругается. И очень много свободных мест получается за счет этого. То есть и для гостей, и для служб всяких спасательных. И под окнами никто не стоит. В Твери привести в порядок придомовую территорию изъявили желание и жильцы многоэтажки на зеленом проезде. На ее благоустройство было выделено 687 тысяч рублей. Вообще, по ПМИ предусматривается финансирование из областного бюджета на конкурсной основе. Это от 50 до 90 процентов стоимости проекта. Так, в целом, в этом году на такие цели выделили более 210 миллионов рублей. С каждым годом участников программы становится больше. В прошлом году их было 213. В этом 220. Активность жителей региона отметил и губернатор Игорь Руденя. Это очень востребованные проекты. Это политика малых дел. Но они приносят не меньше позитива, чем крупные проекты. Передовики в этом году немного поменялись местами. В текущем году больше всего проектов реализует Старицкий муниципальный округ. На втором месте – Вышневолочок. После этого конкурса больше всего проектов победителей в Вышневолочком округе. Старицкий округ на втором месте. На третьем – Андреаполь. В целом, в 2023 году планируется исполнить 220 проектов. На 21 из них работы уже завершены. В рамках программы жители муниципалитетов купили дорожную технику, благоустроили детские спортивные и контейнерные площадки, улучшили систему водоснабжения, отремонтировали объекты культуры. ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. С 2016 года благодаря ей было обустроено около 2000 объектов. Продолжение следует...